МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот мы сейчас, знаете, много говорили об ошибках, заблуждениях, но вот в романе на меня даже трудно, конечно, там выделить, кто произвел наиболее сильное впечатление с персонажей, но все-таки особенное впечатление произвел начальник тайной стражи Афрани, человек, который никогда не ошибается. Кстати, вы мне чем-то его напоминаете, Михаил Борисович, вот не могу отделаться от этой ассоциации. Чего не работал, того не работал. Не-не-не, я не имею в виду тайную стражу. Вот понимаете, вот... Хотел он римляния, но выглядит за хитрого еврея. Что он олицетворяет Афрани с вашей точки зрения в романе? Многие даже приписывают этому образу вторую ипостась сатаны. Было такое в литературной критике? Можно, вот когда мы говорим о сатане, мы же должны... Опять мы говорили, вот Юнг ввел такое понятие Трикстера. Один из богов, одна из фигур мироздания, которая обязательно должна быть. Без нее картина будет неполной, незавершенной. Главное, бессмысленно. Но он ввел еще и понятие тени. Тень – это то во мне, тоже часть мироздания. Которая противостоит моему идеалу. Которую я не хочу видеть в себе. Я? Которую я не хочу в себе видеть. Но тень, значит, по югу надо интегрировать. Что значит «не хочу». Кто-то не может интегрироваться, тот не обретет ценности, да. Мне кажется, что по отношению к Пилату он играет роль сатаны по отношению к Богу. Он выполняет все задачи, которые Бог выполнить не может. И о фразе по отношению к Пилату тоже со мной роль играет. Как он так безошибочно себя ведет? Сатана тоже безошибочно себя ведет в конкретном случае. Значит, он разумный. Кстати, одно из качеств сатаны – это очень большая разумность, очень хитрый ум, очень развитый ум, в первую очередь. Сердце там не развито, но ум развит очень сильно. Практически. И оба очень развиты. Он, Афрани, видимо, и этически развит, потому что, вот помните, да, дерзкого безумца удалось успокоить, объяснив, что тело будет захоронено. То есть, казалось бы, любой стандартный служак, ну, какой-то грязный Леви Матвея, ну, дать ему пынка под зад. Или в кутузку посадить. Нет. Афрани относится к нему уважительно, хотя, ну, ну. На самом деле, это наважение, мне кажется, идет от Пилата. Афрани транслирует отношения Пилата. Вот. Значит, мне кажется, что он вискотворяет ту самую сторону Бога. Закон Кармы. Воздаяние. Карма. Коему же по делам его. Каждому по делам его. Значит, если так посудить, то сатана тот же выполняет ту работу, которую Христос делать не будет. Я вот объясняю простую вещь. Вот средневековый город. Надо поддерживать распорядок. В городе есть должность особая совершенно. Человек, который живет за городом, с которым никто не общается. Вот мы по Риге ходили, у нас спрашивает наш гид, ну, друг наш, для чего перчатки на доме висят? Это дом палача. Перчатки висят, чтобы люди знали, что он дом. для чего? Дело в том, что к нему даже обращаться не хотят. Он даже не разговаривает с палачом. Палач по природе своей изгой отщепенится. он выполняет такую работу, которая вот с ним не разговаривает. Потому что тем более за руку не здоровается, и в гости не ходит. минимизировать контакт, даже для этого перчатки висят, чтобы не надо было заходить от дома Ивана Ивановича. Но при этом, интересно, его не презирают. К нему даже особое почтение. А потому что он исполняет необходимую работу. А кто исполнить, если не он? Ну, это такой аватар. Как одна моя знакомая ведьма говорит Матушке Смерти, то есть это аватар Смерти. На роль палача святого не возьмутся. То, скорее всего, не получится. Он не сможет то палача. Святой откажется от этой работы совершенно точно. Палач да. Вот в чем-то Волод играет такую же роль. роль того, кто исполняется. И Афрани соответственно тоже. Приказ Господа работу, необходимую в этом мире он исполняет. Ту, которую Господь прямо исполнить не может ввиду своей благости. Он создает относительное зло. Ведь зло же относительно опять же. Оно рано и поздно превратится в добро. И наказывает для того, чтобы научить. И в этом мире мир так устроен, что зло рано и поздно превратится в добро. Представил некоторых персонажей, которые для меня олицетворяют зло. И мне не хватает фантазии представить. Не, я понимаю, что это произойдет. Но долг путь, Михаил Борисович, этих метаморфов. Долг много жизни, может быть, тысячи жизней. Буду тоже о себе рассказать, что он был таким негодяем, что заслужил самому большому наказанию. Он упал на дно вселенной, по нему должна была проехать огненная колесница. Но ему не понравилось. И он после этого решил, что надо менять образ жизни. И начал восходить. И много жизней восходило, и наконец сошел до Будды. Бултана. Значит, здесь та же самая ситуация. Мы не увидим этого. Но этот процесс воспитания души, это очень сложно и очень длительный. кто-то должен заниматься. Кто-то должен играть роль наказывающего, ограничивающего. Если сатана имеется в виду не символический человеческий организм, ведь человеческое эго, ведь сатана в человеке это эго, ограничивающего сознания, где он видит себя и мыслит себя отдельно от всей вселенной человеком изолированно. Он не видит вот этой невидимой связи себя с единым. Вот. Это сатана в человеке, это символ. Это не личность. Скажите, сатана изнутри. Вот. И сатана как космическое начало, которое противостоит другому началу. Одно из них называют добром, другое злом. Но они космические, и если их уничтожить, то все руки. Исчезнет вместе с ним. Это неизбежность бытия вот этого двух начал в мире. Есть космическое злое добро, абсолютно. А есть злое добро в человеке. злое в человеке это его эго. Оно относительное. В человеке самое интересное, что все, что в рамках этого эго, конечно, так и иначе ограничено злом. Но когда человек выходит за рамки этого эго, зло кончается, превращается в лагерь. Я вдруг подумал, что, наверное, именно эти два начала может быть и делают человека живым, как та самая разность потенциалов рождает электрический ток. Разница давления рождает ветер. Слушайте, если будете одинаковы, вы же физик. Все остановится. То, что так страшится, от чего по ночам просыпаются физики некоторые, астрономы. Я шучу, было когда-то такой ужас всемирный. Тепловая смерть вселенной. Да, есть такой закон увеличения энтропии. Да, все постепенно размазывается, 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 станет ровненьким, и как только все станет одинаково ровным, все перестанется двигаться. Исчезнет всякая дифференциация, вообще, чтобы не было исчезнет, кроме равномерно распределенного тепла. Все процессы, как известно, идут в увеличение, в сторону увеличения энтропии. Но, знаете, многие физики, которые далеки, не то, что от оккультизма, а даже от идеалистических каких-то философий, говорят, что, может быть, в этом и состоит предназначение человека, предотвратить вот эту тепловую смерть и упорядочить свои разумные деятельности. Так мыслить, конечно, но естественно предназначение человека, а можно мыслить по-другому. Если мы живем только в материальном мире, то никакого предназначения нет, все равно все там будет. А если еще есть мир духовный, и божественный, то в божественном мире действует ровно противоположный закон. Любое изменение ведет к повышению сложности. Если здесь любое преобразование ведет к понижению сложности, понижению уровня энергии, то там к повышению сложности. это мир духа, закон духа как раз развития, закон материи деградации, мы называем энтропией. Так что там два, а жизнь, она между этими двумя. Распад и становление, становление и распад все время. Для зрителей скажу, что энтропия это степень молекулярной неупорядоченности в системе. Да, обращение, максимальный хаос. Любая какая-нибудь упорядоченность это уже сложность, мирная сложность. Да, но так это материальный мир, самый нижний этаж самый верхний наоборот противоположный закон развития. Я даже поясню очень просто. Вот этот старый пример, если у вас есть яблоко, у меня яблоко, мы обменялись яблоками, у каждого из нас по яблокам. Если у вас идея, у меня идея, мы обменялись идеями, у каждого у нас две идеи. Так вот, в мире мышление, а мышление это проявление духа. Круто, не слышал этого Михаил Борисовича, запомнил. Магия просто какая-то. Вот чем материальное отличается от нематериального. Слушайте, просто. Но если в мире духа, в мире мысли, а мысли это проявление духа, всякое движение мысли увеличивает знания и увеличивает сложности. Поэтому мир наш потому и не распадается, что дух создает сложность, материальный процесс эту сложность понижает. А жизнь между духом и материей все время идет усложнение распада, становление распада, становление распада. Жизнь между ними ритмическая. Там все время вверх, здесь все время вниз, а жизнь так вот волнами. Вернемся к нашей теме. Так вот Афрани, мне кажется, как раз и есть та самая тема Пилата. Он выполняет то, что Пилат не может себе позволить выполнить ввиду своего положения. Неизбежность восстановления равновесия. Круто, глубоко. Я не дотумкал до этого. Простите за мой язык, как на районе. Конечно же, конечно же, это его тень. Они же, в принципе, очень похожи. Люди одного и того же, из одной и той же системы. Но Пилат ходит, как говорится, под Тиберием, и он же своей жене рассказывал, что в следующий раз это будет моя кровь. У него все не очень хорошо. У него дела-то как раз не очень хорошо. А вот Афрани, он служил и при Валерии Грате, и он такой не потопляет. Но это его тень. Конечно. Тень же не тонет. Конечно же. А вот Золотое копье я для зрителей скажу. Садник Золотое копье. Была такая версия названия романа. Булгаков несколько раз изменял название своего произведения. Князь Симы кстати был один из вариантов. Все-таки он Воланда видел может быть даже и центральным персонажем своего гениального произведения. Вот я вам хочу сказать, что не оправдывая булгаковского пилата за казнь, которую он мог бы теоретически попытаться предотвратить, все-таки булгаковский пилат этот персонаж выше евангельского. во-первых потому что он любит собаку. Я это очень хорошо могу понять. Я сейчас без шуток говорю, друзья, без иронии, без ничего такого. Во-вторых я очень глубоко разделяю его вот эту мечту погулять по лунной дорожке и побеседовать с тем, кого я считаю своим светлым иерархом. Это в терминологии Елена Рея, кто не знает, она вот советовала мыслящим людям изучать все возможные культурные там элегиозные традиции и она говорила, что обязательно в какой-то момент вот читая какую-нибудь там Бхагавадгиту или какую-то другую книгу вас должно извините опять у меня за это простенькое слово торгнуть. Вот именно значит вы нашли свое и это ваше и идите туда по этой дорожке а наверх к божественному ведет бесконечное как я понимаю количество тропинок. Михаил Борисович, вот как Пилат свою мечту воплотил? А как обычно людям попасть на эту лунную дорожку к тому, кого они любят? Ну вот как учителя, как гуру, как наставника? Ну знаете, для любви драсти надо. Животные тоже любят, у животных есть любовь. Но на короткой животные все забывали. Там мамочка тоже любит своих детей и готова защищать их создать свою жизнь. Год. Дитя выросли. Уровень гормонов падает, да, и до свидания. До свидания. То есть у животных тоже есть любовь, но только она короткая. У человека любовь подлиннее. Если ты сможешь так полюбить, чтобы отдать все, для этого надо полюбить сначала учителя. Первое, что ученик дорастает до учителя, который способен вот так вот любить. Любить и доверять. Приходишь к учителю, связанка, игру, кладешь ему в ноги. Тем самым ты обязуешься ему служить, исполнять все его и любить его в первую очередь, потому что без любви нет учения. Но если уже о Боге говорить, это все. Любовь к Богу это все, отдай все. Поэтому, когда многие говорят о любви к Богу, это все разговоры в тридевятом царстве, тридесятом государстве. Она есть, но, как говорить, не про нашу честь. До любви к Богу надо дорасти. До любви к учителю тоже надо дорасти. Потому что вот тут я скажу опять ерес. Для тебя учитель это Бог. Потому что Бог не может прийти на землю ни в каком другом виде, кроме как видеть твоего непосредственного учителя. Ух ты. А потому что учитель для тебя в твоем конкретном месте, в твое конкретное время исполняет волю Божьей. Он проводник воли Божьей вот данным конкретным взаимодействием с тобой распроводник воли Божьей. Значит, это самый высокий образ Бога, который ты только можешь увидеть на земле. Образ икона. Не нарисованная, но икона. Он для тебя сейчас проявляет Бога, значит, потому что он ведет тебя путем развития, ведет тебя к Богу. Значит, он непосредственно посланник Бога. А как вы понимаете, вот посол в другом государстве, он не похож на государство, он даже не похож на президента. Но то, что он говорит в том государстве, где представляет, это не что иное, как его устами говорит президент. Или его устами говорит сама держава. Поэтому вы можете в данном конкретном случае, слышу его слова, понимаете, он же не держава, вот Вася ограниченный невеликой Российской Федерации, одна десятая часть света. Он тут полтора метра, метра семь два высоты. На его слова его действия есть не что иное, как действия всей державы целиком. Вот здесь, то есть он образ державы. Также посланник от Бога, учитель, здесь образ Бога. И чем выше уровень посланника, тем более непосредственно адекватно он выражает волю Бога. Так что ученик, если ученик не видит в своем учителе Бога, то он еще не окутный ученик. Поэтому так еще надо научиться любить, прежде чем иметь учителя. Мы очень долго учимся тому, чтобы как начать учиться. Вот эти ничего нельзя дать без веры, ничего нельзя взять без любви, ничего нельзя взять без веры. Полное доверие учителю и любовь. Вот эти две вещи, прежде чем человек не научится, причем любовь не на 15 минут. Совершенно стандартное человеческое явление, вот ты восхищаешься человеком, ты падаешь в ноги, увы, мой учитель, хотя он даже к тебе особенно не спешит, как ученик, он в общем не берется. Вот вы мой учитель, потом проходит некоторое время, ты в нем разочаровываешься, все, конец. Значит, это еще не ученичество. Ученичество, если ты пошел, ты идешь до конца. Я вспоминаю многочисленные романы и художественную литературу, посвященные отношениям учителя и ученика, вот в частности в магии. Всегда было жалко учеников-чародеев, потому что их мастер их всегда, как-то сказать, вежливо шпынял, гонял и относился к ним крайне неуважительно. Но я понял, почему. Эти ученики, они сделали свой выбор, и они абсолютно, ну, то есть, то, что они, так сказать, все обтекают и понимают, что это все необходимое, это говорит о том, что они любят своего преподавателя. Да. Это форма тренировки, кстати, помните. Я, знаете, думаю, что нам не простят, если мы в конце беседы не поговорим про любовную линию романа, наши зрители... Я хотел сказать, что вот любовная это линия романа, у меня пришло в голову, что, наверное, центральная эта линия романа это любовь все-таки. Это не роман о любви. Но любовь, как в жизни, так и здесь, она является центром, в котором все вращается. Знаете, я, как всегда, у меня же взгляд такой, как говорится, замутненный, естественно, научным образованием, что я увидел, посмотрев на эту любовную лидию романа, я увидел вот почти такой философский вопрос о соотношении любви и свободы. То есть, вот, как там в романе сейчас на память, не помню, любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца, и поразило нас сразу обоих. Я не хочу просто ни одно слово. А давайте попробуем найти. А я выписал. Нет, нормально все. А я сейчас найду. Сейчас я найду тот же просто. Вы пока ищите, Михаил Борисович, я вам как бы сам вопрос очерчу и обрисую. Вот в романе незаметно такими вроде бы незаметными мазками присутствует вот эта вот тема философской связи свободы и одиночества. Вот яркие герои романа Мессир, Ешуа, Пилат, Афрани, демон безводной пустыни Азазелла, они все ментально, эмоционально одиноки. Он так и говорит, что он всегда один. И вдруг два таких ярких персонажа, тоже свободолюбивых, мастера Маргарита, вдруг оказались поражены любовью, которая в каком-то смысле, ну я вам как, так сказать, мужчина среднего возраста, хочу сказать, что любовь это в каком-то смысле антипод свободы. Помните, Бегемот сказал, Ахмесир, можно ли променять там холостую свободу на тягостное ермо? Он говорил о браке, конечно, Михаил Борисович. Не, но о браке говорил, конечно, не. Но ведь брак-то и по любви иногда бывает, такое тоже бывает. Бывает. Значит, и к любви этот вопрос относится. Не, не хочу сказать. Есть это противопоставление любовь или свобода? Да или мне музыка навеяла, как в старом пошлом анекдоте. Это он рассказывает бездомному в психушке эту историю любви. То есть, это где-то... Да, сейчас. почему-то я не нахожу. Слово выскочило, что-то не хочет. Интересно, может быть, я неполный роман скачал? Так, Крема Зазела, я тоже куда-то уехал далеко. Никанор Иванович. Никанор Иванович, красава. Да, у меня неполный. Ну, хорошо, бог с ним. Значит, а насчет любви и свободы? Ну, вообще говоря, любовь, если она истинная, она должна давать свободу, а не отбирать. Вот у меня любовь и свобода, наоборот, очень сильно связаны, вот как, есть такая формула, любовь не терпит никакого насилия. Можно сказать, принуждение. в общем, одно и то же. Поэтому сейчас любовь к браку не хочу противставлять, это сложный момент. Да уж, про брак я у Энгельса не считался, так что, да, мне там целые вещи очень серьезные. Брак явление временное, явление человеческое. Бог вот этого человеческого брака не составлял. Когда сказано, что то, что Бог читал, человек не разлучает, то речь идет не о телах, а о душах. Потому что Иисус говорит о том, что там в небе, в Царстве Божьем не женится и замуж не выходит. То есть речь идет о любви, как о близости душ без чувства собственности. Божественный брак – это сочетание душ. Но там свобода не ограничивается никоим образом. это здесь на земле, где там ты можешь любить очень многих. Там ты можешь любить непосредственно очень многих, не становясь собственностью ни одного из них. Здесь ведь проблема в том, что здесь не проблема брака, не проблема любви, проблема собственности. Опять это же самое ограничение. Мы тут человек понимаем, что это не Венера, это Сатурн. Когда анализируешь карту человека, вот когда у вас там любовь началась, анализируешь Венеру, а когда замуж вышли, анализируешь Сатурн. Две разные вещи. Кстати, извините, я нашел это место, Михаил Борисович, тут просто просто лыков строку. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке и поразила нас сразу обоих. Все верно, я записал, не переврал. Так поражает молния, так поражает финский нож. Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком, и я тогда с этой, как ее, с кем, спросил бездомный, с этой, ну, с этой, ну, ответил гость и защелкал пальцем, вы были женаты? Ну да, вот я же и щелкаю на этой, варенький мальчик, нет, варенький, еще платье полосатое, такая важная подробность, вот, музей, впрочем, не помню. Слушайте, ну это гениальное место. Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я наконец ее нашел, потому что если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее была пуста. Ничего себе, она была замужем с 19 лет, в романе ей 30, жила в особняке, да, так сказать. Вот так оказывается, не все определяется материальным, внезапно так оказывается. На самом деле, все не определяется материальным. Смысл жизни, единственное содержание жизни, где нет любви, это я знаю лучше вас. Знаете почему? Вы же не безразивайтесь, потому что мне, ввиду моей работы, очень часто приходится сталкиваться вот такой вот ситуации, на консультации приходит, например, женщина. Для женщин это болезненно, конечно. Вот тут, Михаил Борисович, все есть, все. Прекрасная работа, карьера хорошая, я руководитель, красивая женщина, здоровая, денег хватает, все чудесно, все в шоколе. Ощущение, что я неживо функционирую. Как влюбиться в умы? Вот вы мне скажите, когда же я влюблюсь-то наконец? Понимаете, смысл нашей жизни в тех, кого мы любим. Точнее, не, вру. Содержание нашей жизни в тех, кого мы любим. Жизнь без любви, жизнь без содержания. Псевдосодержание, карьера. Успех в социальной деньги – это псевдосодержание. А поэтому здесь Булгаков говорит очень точно. Вот пример. Но для этого нужно быть самому содержательным человеком. Человеком следующего уровня, с разведом сердца. человек-материалист, он по своей образу жизни – это животное. Не оскорбление. В животных ничего плохого нет. Да, это как этот Леви Матвей называл меня собакой, почему-то считает тем самым, что оскорбляет. Лично я не вижу ничего плохого в этом животном. Вот. Значит, чем животное? У животного короткий период любви, вся остальная жизнь просто выживание. Животное тоже радуется жизнью, если в нем достаточно энергии жизнью. Попрыгает, побегает, поскачет. Вот. Костью видит, сломает, поест с удовольствием ближнего, дальнего своего. Или травку пощипает, неважно. Она тоже живет и радуется жизни, как животное радуется жизни. А человеку, более развитому, жизнь должна иметь уже содержание. Не просто высшая радость жизни для животного, это хорошо поесть. Но не читая так, как период аптечки, когда идет с лучки. Вот. Две радости жизни. Вкусно, хорошо поесть. Воды от души напиться, на соломшке спинку подреть, на Багаму съездить. ну все. Как сказал один мудрый человек, вы знаете, что люди больше всего любят ни деньги, ни недвижимость. Люди больше всего любят, когда их любят. Да. это уже другой человек начинает испытывать потребность в любви. Это уже содержательная жизнь. Не в благополучии, чтобы было сытно, тепло, не в комфорте, даже не в развлечениях, а в том, что ты чувствуешь, что тебя любят. Потому что ты любим. Надфрум, кстати, об этом очень хорошо писал. Да, кстати сказать, хочу продать нативную рекламку вставить. Да, да, да. Рекламная пауза. Вот мы говорили о любви. Вообще, это, конечно, центральная тема оккультизма, потому что Бог есть любовь. С другой стороны, Бог есть мудрость, с третьей стороны, Бог есть истина. Три лица Бога. И оккультизм современно изучает все три начала. Учатся любви, учатся мудрости, учатся истины. Гуржиев говорил о том, что есть три пути. Путь любви, путь монарха, путь воли, путь факиры, путь мудрости, это путь йогина. Но имеется в виду не хатха-йога, а именно джиньяна-йога, раджа-йога, йога-познание себя, йога-познание мира. Вот. И одновременно он же говорил о четвертом пути, путь, который сочетает в себе три пути. Любовь, мудрость и воля, истина. Все три изучаются параллельно. Вот на Землю пришел этот самый четвертый путь в виде соединения трех разных ветвей оккультизма. Когда это был единый путь, потом он разъединился, одна ветвь пошла в Индию, другая осталась на Ближнем Востоке, а третья пошла в Египет. Сейчас они потом соединились все вместе и работают в новую эпоху вместе. Вот. Хотелось бы рассказать о том, что существуют школы четвертого пути страхового. Они не... Звучит как-то манящее и притягательно. Да, но только не ищите там сказки. Вот за что, честно говоря, отношусь такой с легким... Почему бы и нет? Почему бы... К Балавадской я отношусь с легкой отстраненностью. Я, честно говоря, тоже. Она исполнила свою миссию, готовила человечество при ходу эры Водолея, рассказывала о том, о чем раньше молчали. Но я не люблю сказок. При всем уважении к Елене Петровне, но вот как-то не мое. Значит, видите ли, когда если бросить перед человеком множество драгоценных камней всевозможных, предложить выбирать. Камень любви не выбирает никто. Парис выбрал. Парис выбрал любовь. Он яблоко выбрал. Он не яблоко выбрал. Нет, он яблоко дал Афродисе. Он выбрал. Да, он выбрал тому, кто ему больше обещал. И получилось, он думал, что он выбрал любовь, а он выбрал смерть. Как очень часто бывает. Дело в том, что камень любви обычно не выбирает, потому что он самый простой. Он не яркий, не блестящий, не вьет в глаза. Я страдания свое не отдам за бальзам, за цветение здоровья его не отдам. На базаре ты радость свою продаешь. Я за радость, за жемчуг страдания свое не отдам. вся душа, что у сладо и горя живет. Этот горький бальзам поднес свой пустан. Это хакани тоже. София любовь очень простая на вид. Она не яркая, не блестящая. Она не торгует собой на базаре, она не демонстрирует себя, она не бьет в глаза. Она тихо звучит, в глубине. Поэтому настоящие школы, они незаметны. Они просты, но глубоки. Вот. Если хотите, вот мы издали эти книжки. Покажете ее, Михаил Борисович, чтобы было видно. У нас больше книжек. Одна из них называется Путь ученика. Чуть повыше можно вас попросить? Вы видите? Там фон немножечко фонит, извините за тавтологию. В какой-то момент видно, в какой-то нет. Я думаю, мы знаете, что сделаем? Вы ее сфотографируете, и я ее дам слайдом вот в этом месте беседы. Это Путь ученика. Вторая книга Офорные точки жизни. Да, видно. Вот. Офорные точки жизни. Беседы учительные. Путь ученика. Его невозможно пройти мимо такой книги. Она простая на вид. Вот привлек внимание не заголовок, а вот то, что написано помельче. Беседы учителя. Это же на летнем соборе. Мы же в лекции, друзья, в передачах про оккультизм рассказали, да? Да, это беседы учителя на летнем соборе. Это 27-й год, это 42-й год. Одни из критических. Да. И где их можно посмотреть, где можно как? Можно посмотреть и купить у нас в Академии. Пишите, вышлем. В описании каждому ролику есть координаты Академии, друзья. Или я могу дать телефон, если хотите, того, кто у нас торгует этими книгами. Телефон давайте обязательно, давайте мы это сейчас дадим бегущей строкой. Вот, значит, Марк Викторович зовут этого человека. это, значит, скажу просто, эти книги, ни один из нас не получит ни копейки за эти книги. Доставка есть, Михаил Борисович? Вот первый вопрос. Да, это, естественно, за счет товарища. Почтовая доставка. Она увеличится на книги, но я думаю, что на почтовую доставку. Значит, все деньги идут на издание следующих книг. То есть, вот, я просто могу сказать, что здесь мы платили только типографии. Михаил Борисович, вас в корысти никто не подозревает. Нет, я хочу это вы, ну, хорошо что сказали. Я хочу подчеркнуть, что все деньги, не я один. Переводчики, расшифровщики, макетчики и все прочее, все это делалось учениками. Вот. Значит, поясню, у нас принято десятую часть всех своих доходов отдавать Богу. Это старый десятина у Израиля, это называется вздока, праведные деньги. Но можно отдавать работать. десятую часть своего рабочего времени, если ты работаешь. А мы, кстати, когда оккультные эфиры снимаем, отдаем работы или не отдаем, как вы считаете? Вот мне для своего баланса хорошо бы понять. Я обычно в детский дом вещи вожу и корм в собачий приют. Ну там, я не знаю, конечно, не десятую часть, наверное, хотя сейчас доходы такие, непонятно, кто плюс. Десятую часть по времени тут идет речь. А, по времени. Если работаю восемь часов в день, то один час в день я должен отработать бесплатно. Тогда я Богу все еще долг, понятно. Вот. Я не хвастаюсь этим, но просто хочу сообщить. Не для того, что так. Значит, не ждите там чудес рассказов о том, как вам заколдовать или расколдовать. Телефон скажите сейчас, можно. Сейчас я пытаюсь его найти. Марко Викторович. Он просто беседы, просто беседы. Ну, могу сказать, если вам будет очень плохо. для тех, кто открыт к этому. И вы останетесь один, наедине с собой в полной тьме внутренней. Откройте эту книгу и почитайте. Если с вами случится внутренняя беда, это не будет чудов, вам не перебегут с деньгами. Но если душе вашей посетит очень тяжелое страдание, откройте и почитайте. А можно просто почитать. Ни в коем случае не читайте, как обязательное нечто. Читайте в охоте. Вот вы почитали, чувствовали, что устали, больше не читается. Отложите в сторону. Вы можете открыть на любом месте, читать с любого абзаца. Вы можете вообще не читать, бросить, если не идет. Это даже лучше. Подождать, может быть, через некоторое время пойдет. Ни в коем случае не относитесь к этому, как обязательному чему-то. Это только читайте только тогда, когда вам читается это. Вот и все. Сейчас я как-то увлек все. Контакты им. Вот. 916. Ну, плюс 7, естественно. Это префикс. Плюс 7, 916. 4, 7, 1, 1, 7, 3, 0. В какое время звонить? Разумно, это он не всегда, так сказать, возьмет, потому что он из этих, он тоже и работает, зарабатывает деньги. Ну, то есть, так, ради приличия, все-таки, наверное, лучше в будние дни и не позже, там, скажем, 18 часов. в субботу можно. В субботу можно, в воскресенье. День субботний, Михаил Борисович, все равно можно. Это для Бога. А, да, точно, кстати, да, в субботу можно. Хорошо. Меня тоже попрекает, почему вы день субботний преподаете? Я говорю, это работа для Бога. Мы считаем, что это наша миссия. Вот. Мне кажется, Богу вообще фиолетово. Нет. В субботу, в пятницу, если ты носишь его в сердце свое, то, мне кажется... Нет, нет, там просто есть такой закон ритма недели. Ага. Ритм недели. На самом деле, этот закон нужен не Богу, этот закон нужен нам. Ритма – это важная вещь, кстати, и в медицине, и в обычной жизни. Я размышлял над этими десятью заповедями. Каждый из них имеет глубочайший смысл. И кроме вот этого, что душа не может как-то у того же Хакани. День Единый, возлюбленный данной моей, уступили я миру шести его дням. Шесть дней делай. Дела свои, седьмой день, Господу Богу твоему. Если мы все время, все семь дней работаем, мы все больше привязываемся к материи и не получаем поддержки с неба. это очень важно. Хоть раз в неделю иметь толчок, иметь бросить, отбросить все материальные заботы и посвятить это дело своей душе. когда мы, вот эта постоянная депрессия, она сегодняшнего мира, вечная усталость, вот какое-то нереализованное чувство, она идет от того, что человек не получает поддержки от неба, от духа. Он все время связан с матерью. Он живет преимущественно на своем ресурсе. Если у него большой ресурс, он повеселее поживет, если меньше, устает. Надо раз в неделю приходить в гости к Богу, брать у него очередной подарок, чтобы прожить целую неделю. А в какой форме это возможно? Это духовная практика, это посещение храма? Или как вам сердце подсказывает? Это не суетиться. Уединение там? Это в первую очередь не суетиться. Это посвящение вообще каждый день своему. Солнце – день радости. Луна – день очищения, понедельник. Марс – день. Ну, то каждый день имеет смысл делать какие-то дела, связанные с этими энергиями. Поэтому вообще мы стараемся выбирать. Ну вот, благодаря Косыгину у нас два дня есть. День субботный – это день сатурн. Во Вьетнаме, по-моему, до сих пор один выходной в неделю. Во Вьетнаме, по-моему, до сих пор один выходной в неделю. Один выходной, не два. Там своего Косыгина нет? Нет, Косыгина. А вот Косыгин нам дал второй день. Так вот, это день сатурна, сатурн – день очищения, день уединения, день размышления, сатурн – философ. Сатурдей имеется в виду. Да, сатурдей, сатурн в день, это по-английски, там прямо стоят. Санди, Лонг, Манди, Марс в день, Марди, а, это французский, точнее, Марди, Вэнсди, день Марса, день Венеры, Меркреди, день Меркурия. Да, день Один, Михаил Борисович, Воденсды. Это Воденс у английских. Да. А у французов Меркреди. День Меркурия. Ну да, ну а их же отождествляют. Да, конечно. Вот он, вот он, вот он. Тьюзди, Тёрзди, день Тьюза, день Тора, день Фрэйи, Фрэйи Пятница. Да. Пятница, развратница, день Фрэйи. Нет, Фрэйя никакого, значит, отношения к разврату не имела, и слухи о том, что она что-то там дала какие-то ласки Карли, там, за какие-то материальные блага. Мы с негодованием отметаем. Фрэйя не могла так поступить. Ну, не так уж плохо, в конце концов. Ну, так вот, Сатурн, день для того, чтобы отдохнуть от мира и поработать умом, как следует внутренне, высшим своим умом. Поэтому, это чётко вот в этот день хорошо было бы. Ну, нет так нет, но один день в неделю надо отрываться от мира, стопроцентно забывать всё и посвящать это дело. Ну, вот по идее правильно. Один день посвящать Богу, другой день посвящать всем, кого ты любишь. День радости, солнце. Быть с любви, с любимыми, вместе, на природу, в театр. Только с теми, кого ты любишь. Опять дней поши, работай. Слушайте, у нас прекрасный мостик получился в следующий вопрос. Секунду, да можно ещё чуть-чуть по книжке. Значит, вот. А, я поторопился. Мы кандинажу, да? Очень, да, рекомендую. На самом деле, книг у нас больше книг учителя. Это переводы на русский. Переводы, сделанные нами, непрофессиональными переводчиками, как могли, так и перевели. Так что, заранее простите. Хотя старались. Вот. Не бойтесь, там русский язык достаточно чистый. Вот. Но, ещё раз подчёркиваю, не ищите там всяких ярких, загадочных, оккультных знаний. Они там есть. Они глубокие. И вот книги эти мне, например, помогали. Не только это. Я-то читаю учителя в оригинале. Вот. Помогали выстроить свою жизнь. Много лет подряд выстроить свою жизнь. развиваться, развиваться, расти, расти. Вот меня тут. И не только мне. Все, кто встаёт на этот путь, он для тех, кто сердце ляжет, кому сердце ляжет. Это путь развития. Такой же, как путь монаха. Такой же, как путь едины. Такой же, как путь. По Кире, но отличается тем, что здесь все три начала в человеке развиваются параллельно. И ум, и сердце, и вода. Это новый путь. Люди, в этом деле понимающие, называют это эзотерическим христианством. Микушевич, помню, как-то сказал, это оккультное христианство. Очень интересно. Да, это можно назвать так. После Христа осталось, мы уже сегодня говорили, после нескольких тысяч слов Евангелия, осталось еще много-много тысяч слов, сказанных наедине с учениками, которых не слышал ни только, ни и не учеников, как положено в любой эзотерической школе. Когда-то давно, когда Христос пришел, человечество не было до готова к тому, чтобы воплотить принципы Христа. Он только выложил принципы, методов не дал. Потому что методы человечества были рано давать. Человечество нужно было сначала просто познакомить с самыми идеями. И, как показывает опыт, до сих пор человечество, в общем, даже священники не живут по Христу, не живут по Евангелию со всем. Но наступила эра Водолея. И сейчас, сейчас именно начинается время, когда мы можем учиться воплощать идеи Христа в своей собственной жизни. это постепенно, это не быстро, я думаю, что новая раса, раса любви придет, более-менее основательно начнет приходить на землю через сотни лет. Но мы строим новую культуру, культура, которая будет построена совсем на других принципах, на принципах евангельских. Мы сделаем то, что не удалось сделать в свое время последователям Нила Сорского, то, что не удалось сделать в свое время. А вы последовательно эту линию проводите, я же слежу за всей вашей общественной работой и выступлениями, вы последовательно на протяжении многих лет уже. Всю жизнь я же в этом Сорский звучит, и вот этот тезис о том, что куда-то мы не туда, наверное, пошли, и пора бы вернуться, это уже не глаз вопиющего в пустыне, потому что у нас с вами большая аудитория, даже по оккультизму, я думал, ну там тысяч 10 будет, все крибли-корабли-бумс, нет, очень хорошо люди смотрят, интересуются, пишут умные комментарии, прям вообще вот правильной дорогой идем, Михаил Борисович. Вот, я надеюсь, значит, ребят, звоните, уверяю вас, на ваш запрос Марк отзовет всегда. Вот, ну он просто, именно он занимается распространением, поэтому его и поручено это все. Там еще какие-то книги есть учителя, но вот это они очень сильные. Последние вышли совсем недавно, «Упорные точки жизни». Есть книги, тексты, на которых, я уже говорил, есть тексты мертвых, есть тексты живые, мастер живой, «Война и мир» живая, «Ана Корейна» живая, «Чеховские рассказы» многие живые. Ну, в общем, по-настоящему талантливой великой литературы она живая. А есть еще книги благодатные, на которых они не только живые, но они еще несут в себе благодать. Это чувствуется. Во-первых, сюда входят священные книги, Библия, еще есть там совершенно уникальные благодати книги, Коран, естественно, но Тора, это часть Библии, несомненно, Хагавад-Гита, вечная благодать на ней, вот, буддийские тексты, синтроны. Я, кстати, можно от себя посоветую, может быть, людям, кто сейчас в таком душевном непокое, да, такой источник, как на речи Высокого в Старшей Эде, там совсем немного, 167 таких аллитерационных стихов, очень теплые ощущения заботы высшего начала о человеке. Вот, читаешь, сколько дровей, там надо припасти, как себя в жизни вести, не лгать там, значит, вот, это все, Михаил Борисович, я Вам хочу сказать, что Вы делаете колоссальную работу, и, в принципе, я бы Вас просил вот при Академии сделать книжную лавку, как это делают, вот, допустим. У нас есть книжная лавка при Академии. Я могу сказать, там не очень много книг, но то, что мы рекомендуем читать... Плохо, надо больше. Почему нет? Ну, на все, так сказать... Не, я понимаю, что это кусок работы. Эти книги есть все там. Они действительно благодатные, они несут живую благодать, кроме жизни. Кроме этого, там есть книги по психологии, такие как Фром, Франкл. Ну, это заворот мозгов. Я пробовал читать и то, и другое. Франкл, может быть, не знаю, Фром искусствует... Франкл, да, вот у меня просто... Буквально вчера на занятиях сказал старшекушникам, Вы все обязаны прочитать Фрома. Искусство любить. Это потрясающая книга. Ну, она профессиональная, конечно, она психологическая, но она читается легко. Там есть книги Корчика. Януша Корчика. Я что-то обругал уважаемого автора. Я просто сломался на фрустрации. На книжке про фрустрацию что-то мне так тоскливо стало. У нас там нет... Там есть искусство любить Фрома. Нет, я Франкла имею в виду. К Фрому нареканий нет с моих сторон. Ну, может быть, я-то читал его... Так и называется эта книга «Фрустрация». Ну, это исследуется, наверное, психологически сейчас о смысле, господи, Франкла. Человек в поисках смысла. Человек в поисках смысла, да. Вот. Затем, там есть вот Корчика очень рекомендую, особенно родителям. Был такой. Все-таки вот «Мастер Маргариты», я хочу сказать, удивительно легко читается, помимо всего прочего. А это и есть особенность живого текста. Он несет тебя как потоком. Ты не его читаешь, он тебя несет. Свой ритм особый в хороших текстах я не сразу это обнаружил. Вот. Свой особый ритм в каждом тексте. Вот. Ему надо уметь отдаться. А «Мастер Маргарита» захватывает. Это водоворот, по сути. Ты не можешь эту книгу отпустить вот пока. Как в случае, ваш случай в библиотеке. Да. Текст захватывает. Ну, все. Реклама я закончил. Пошли дальше. Покой. Именно туда отправился мастер со своей возлюбленной. И что это, я не понял, Пекай Борисович. А, ну это как раз, вот это место очень простое. Это Данте. Перед Данте стояла очень большая проблема. Это скорее исследование линии Данте. Это то, о чем Лермонтов просит. То, о чем Пушкин говорит, на свете счастья нет, то есть покой и воля. Покой и воля. Это то, что Лермонтов говорил, но не тем тяжелым сном могилы я хотел, я бы хотел забыться и уснуть, чтобы в душе дышали жизни силы, чтобы дыша вздымалась тихо грудь. Он тоже хочет в мир покоя, в мир вечности. Не без деятельности, да, потому что мастер планировал там что-то писать, да, его попустили. Это промежуточный мир между миром радости и миром земным. Это мир покоя, света, но покоя медленного, глубокого созревания. Дело в том, что Данте ведь, когда попал в свой ад, ну то есть когда писал, у него была очень большая проблема. Это уже начало, перед возрождением, он же предшественник возрождения, его предтеча, вот, он с одной стороны христианин, и ежели ты не крещеный, то быть тебе в аду. А с другой стороны, куда поместить его любимых философов, Сократа, Платона, поэтов, там того же самого Вергилия, куда? Куда? И вот дилемму Сократ, например, образился. Только за то, что он родился рано слишком, ему приходится отправляться в ад, потому что он виноват был, не крестился, каясь. Пришел в этот мир раньше, чем было открыто крещение. И он пытается решить эту проблему, простым образом он создает мир света, покоя, а нет, не света, мир покоя. И туда помещает свой, там вот, в свой первый круг, он помещает своих любимых философов. Там нет мук, но там нет и высокой радости, и христианского отчества. Вот и все. Действительно есть такой мир промежуточный между мирами высокой радости, а не крестными мирами, и мирами тяжелых страданий человеческих. Вот переходное состояние, отдых души. не знаю, что она там навечно. Душа может. Да, да, путь души это путь бесконечного восхождения. Она должна там посидеть немножечко, привести себя в порядок. На самом деле это еще и состояние, которое проходит душа после смерти. Одно из состояний, душа, она должна пройти состояние покоя. Душа, все, так сказать, негативное должно с нее осыпаться, все внешнее засыпаться, в частности, осыпается у большинства и памяти. И остается душа чистая, готовая к тому, что набирать энергию, идти в будущее вообще. Для тех, кто развит, это будет мир сознательного покоя, для тех, кто не развит, будет мир без сознательного покоя, когда они будут чистым голым я, который просто... Как хороший такой глубокий сон, да? Да. Дневной, освежающий. Да, вот Лермонтов... Есть такая картина о моей любимой художнице Анне Королевой, освежающий дневной сон. Ну, Лермонтов об этом четко пишет. Он же как раз именно он мистик, он все понимает и чувствует. Он об этом и пишет. Чтобы в душе дремали жизни силы, дремали в спящем состоянии потенциального. Чтобы дыша вздымалась с тихо-брозь. Вот, а... Ну, там речь идет не о теле, конечно, о душе. Он пытается образно изобразить вот этот состояние потенциальную жизнь, которая ждет, отдыхает и ждет своего времени. Лилии Матвей сказал, что мастер не заслужил свет, но он заслужил покой. То есть, все-таки это заслуга, да, находиться в состоянии покоя. Больше говоря, обычный человек должен еще получить все свое, что положено. За всю свою мелочность, жадность, зависть, за все-все-все. Все эти чувства, чудесные переживания, составляющие содержание примитивной жизни, они вернутся тому, кто туда пойдет. Он их все отработает там, проживет в той или иной форме. Те следы, которые доставил своей ненавистью, завистью и прочее. Обязательно здесь получите, там тоже на высокой потоке. Не хочется говорить о некоторых подробностях, которые там могут быть. Пускай читает Барда Тоддер, там все рассказывают. про книгу мертвых поговорим в другом цикле бесед на бакультизме. Тема, повторюсь, зашла, слава Богу, зрителям, так что будем продолжать. Завершающий вопрос. Все-таки политблогеры я в себе не жил еще, вот для человека или для людей, живущих в России сегодня. Аннушка. А в Маргарите мы не будем говорить? Ну я, вы знаете, у меня тут вопрос, конечно, заготовлен, но там придется одного человека поругать, Михаил Борисович. А мы не будем говорить об этом человеке. У нас настолько гармоничная беседа была, что я его опустил. Мы не будем его ругать. Я хотел бы эту тему все-таки обсудить. А вопрос такой, вот есть любовь, а есть, я извиняюсь, секс. Надеюсь, никто там не попадал со стульев с той стороны экрана. Это тоже проявление любви, между прочим. Есть такое явление, да. Самое материальное проявление любви, да. Довольно низкое. Вот, и утверждается, не пропускаю кем, почему, из-за чего, что Маргарита нехорошая, развратная женщина. Вот у меня лично, прочитав роман, не возникло этого ощущения, вот хоть убейте меня. Тут что-то по Фрейду не так, вот у людей, которые считают, которые не видят вот этой разницы, да, теплого с мягким. Или что, или это они судят формально, или пристрастно. Вот если она голая на балу, значит, ай-яй-яй. Это ай-яй-яй. Ну, как это? Да еще у сатаны. Нет, на балу она была в плаще, по-моему. Она там была голая перед сатаной. А, собственно, не сатаной, а балу. Так вот, на самом деле, особенно развратная женщина, ее даже, кажется, в измене обвинял этот персонаж, в измене мужа, в рульсионизации. Ну, да, 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 она там якобы какой-то фаллический символ, как-то так, не с тем выражением лица трогала, там, значит, вот на мероприятиях присутствующих, значит, не, она вообще женщина на мерзко даже повторять. Замужняя женщина сбежала к какому-то там на улице с первым попавшимся вообще. Ну, не стыдно разве? Как вообще? Я могу сказать, вообще-то, начало, скажем, ну, во-первых, с самого начала хочу сказать, что я-то воспринял этот роман о двух слоях жизни. То есть там жизнь, точнее, о жизни, но жизнь там богаче, чем жизнь обычного романа. Вот эти всякие нечистые силы или чистые силы духи, черти, все прочее. На самом деле я начинаю предполагать, чтобы Булгаков обладал еще и видением. Потому что мы живем, ну, там не нечистые, просто силы. Вот пойдите, посмотрите в церкви икону «Спас в силах». Это тоже тексты очень интересные. Спас сидит на троне Христос. вся картина овал. Внутри овала ромб. Темное мечта. Там квадраты ромб. И там силы видны на темном фоне, силы, изображенные как бы там где-то глаза, брови отдельного, что-то. Как будто скводящие сейчас сквозь этот метод. Это на самом деле вполне оккультный рисунок. Те, кто первые создавали эту икону, они знали, что они делают. Потом ее до нашего времени донес канон, и он не знает уже, что там происходит. Просто рисует, потому что так канонизировано. А там написано три мира. Реально. Вот и там мир сил совершенно точно виден. Мир второй, мир сил. Мы живем с ним бок о бок. Эти силы постоянно проникают в нашу жизнь. Мы живем в мире фонов, за ним стоит мир силы, сплошное взаимодействие. Но видите, там у них нет фонов, там как бы, ну вот посмотрите эту икону, может быть, даже вывести сейчас на экране. Да, да. Так это надо найти, я наверняка... А я потом ее прикреплю, Михаил Борисович. Давай сейчас считать, что сделал. Икона спас в силах. Вот это называется. Вот. Это текст, его надо читать, его надо расшифровывать все, что там написано. И он нам говорит о том, что вот мы здесь живем рядом с этим миром, но мы его не видим. На самом деле мы его видим, чувствуем, точнее, не видим, а чувствуем. Видение этого мира обладает немногим. Хотя в древности когда уровень чувствительности был выше, извините, был выше, наши собратья по разуму чувствовали это. Я же говорил о том, что у них в ручах на яд жила, на дереве гряда жила, они видели, чувствовали, не глазами, они как-то ощущали жизнь сущность, стоящая за разными физическими силами, физическими явлениями, простите. Мир был наполнен духов. Он и так напомнит, просто у нас чувствительность понизилась. Но в определенные периоды, вот прямо сейчас, когда мы сейчас записываем это, силы того, что-то усиливается, астролог вычисляет, и даже вам сказать, почему. И тогда смерть становится как бы ближе. На самом деле перегородка тоньше, которая отделяет наше сознание от того мира. Сознание дневное, от сознания ночного. И многие начинают чувствовать мир смерти, и чаще всего это проявляется как беспокойство. Вдруг там звонят, что-то я стал за своего сына, беспокоиться, мне кажется, что ему грозит, какая опасность. Что-то моей маме там плохо, что-то у меня... Люди ощущаются, я анализирую, а, верно, все понятно. Нет, ему ничего не грозит, просто вы почувствовали запах смерти и спроецировали на то, что вам дороже всего. Запах смерти вызывает у нас страх и тревогу, но оккультист слышит этот запах смерти, энергию, и использует ее как силу. Он берет ее, подключает к нему моторчик. У него есть здесь моторчик и проводок. Он вставляет вилку в розетку. Эта сила начинает работать, вот эта энергия смерти начинает работать как мощные силы для развития. Вот посмотрите, в определенные периоды резкое количество несчастья, неприятностей, смерти увеличивается, денежные кризисы, шестоты, причем короткие, потом прошла, волна легче стала. Вот. Инсульты и фарты волнами ходят. Оккультист на этой мерке вместо того, чтобы попасть под нее, использует ее. Он не вставляет два пальца в розетку, чтобы тебя током ударили. Он вставляет ударилку и трансформатор. Вот. Так вот этот мир, духи постоянно, да, это периоды чувствования, а так они всегда присутствуют. Рядом духи, силы, постоянно взаимодействуют, в том числе и с нашей души. И вот второй мир этого романа, второй слой, это присутствующий рядом слой второй жизни. Силы вот эти неведомые, проникающие, на самом деле, рядом с нашим миром, проникающие в него неведомые действия. И Мария, простите, Маргарита говорится, Маргарита связывает эти два мира. Но ей не страшен не тот метод, потому что она в любви. Любовь является мощной силой, ограждающей себя. Вот она связывает этот мир, она то там, то здесь. Проникает из этого мира туда. И, кстати, посмотрите, там в какие-то моменты даже непонятно, где происходит действие. Вот прилетает Азазелла, вот поет их вином. Мастер кричит, ты отравитель и падает мертвый. Я эту фразу хотел в конце сказать. А в это время женщина, да, женщина у себя дома умирает. То есть она и там, и в подвальчике, где она когда-то участвовала. На самом деле, посмотрите, это же два мира происходят. Там живет одно тело, здесь живет астральное тело, душа пойдет дальше. Вот это скважение мира, вот у них двойственность. У тех, кто попроще, там все просто, как мы чаем. У них нет второго. А здесь два мира происходят как бы вот физическая жизнь и какая-то другая. Посмотрите, очень интересно. Маргарита связывает это. Мастер в меньшей степени, она, между прочим, чувствительная, более открытая ко второму миру, она и приняла. В романе же есть и временные парадоксы, и пространственные парадоксы. Иисусом того, другого времени. Вот. И вот это все происходит. И Маргарита связующая звено. Очень основательно. А чем она? И в то же время она связывает нас с Евангелием. Потому что Маргарита никого не напоминает вам. Из евангельских? Да. Ну, я просто не осмеливаюсь сказать. Ладно. Неужели Марию и Магдалин? Именно так. Ну, я дам. Продолжение следует...